Владимир Владимирович, такой вопрос. Скажите, а перед заключением концессионного соглашения планируется ли публикация подробного финансового плана этих соглашений? Я почему спрашиваю? Потому что я вот посмотрел на... вот ваше письмо нам тут раздали. Соответственно, первый это Дом РФ, а второй это ВЭП РФ. Дом РФ это структура под контрольные, принадлежащие Росимуществу, а Дом РФ это госкорпорация. То есть меня смешает такой момент, по сути, жителям города, в конечном итоге жители города за это будут платить, потому что это концессионная схема, это коммерческое соглашение. Государственные же деньги даются в кредит. По сути это так. Вопрос, будут ли опубликованы показатели? Потому что концессионер, если мы говорим именно о концессии, это не благотворительная организация, это лицо, которое хочет получить прибыль. Они вкладывают миллиарды, захотят их отбить. За сколько? Как? Когда? И так далее. Ну, я постараюсь аккуратно это прокомментировать. Я не экономист, я больше инженер. Я больше за инженерную составляющую. Но я думаю, что когда будет публиковаться открытый конкурс, которым будет заниматься, еще раз повторюсь, мои коллеги из департамента инвестиций, какие-то критерии этого конкурса будут отражаться, в том числе и графики, и суммарные стоимости. Я не думаю, что в этом какой-то будет секрет. Но мне так кажется, в рамках 115-го федерального закона. Если конкретно, что-то еще раз более развернутую информацию, я думаю, вам лучше обратиться на Анацкого с этим вопросом. Хорошо, да. Ну, просто дело в том, что видите, сейчас вообще тематика концессии, она по всей стране, по всем направлениям развивается. Да, там и по Ливневкам, и по ЖКХ, и так далее. Вы видите, Анацкого не пригласили сегодня. Ну, просто это интересно. Вопрос, какова будет цена билета? Мы возьмем информацию, от него получим и вам направим. Очевидно, он уже знает, как подготовить информацию с учетом ваших предложений. Да, там уже, на самом деле, очень серьезные экономические таблицы. Просто я сейчас какой-нибудь ерунды наговорю и не хочу. Но рассматривается очень много финансовых показателей. И, конечно, естественно, эти деньги будут возвращаться как оплатой за проезд, так и все равно, по-моему, даже оплаты за проезд не хватит для того, чтобы оплатить эксплуатацию и так далее и тому подобное. Почему третьей стороной будет выступать, планируется администрация края. Спасибо.